МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне сотни миллионов людей по всему миру отметили Международный день семьи. Только в Старомосколе больше 80 тысяч семей. При этом наш город – лидер на Белгородчине по количеству больших семей. На предприятиях агропромышленного комплекса «Промагра» трудится немало многодетных пап и мам. Светочевы, например, воспитывают троих сыновей. Глава семейства работает главным ветеринарным врачом на свинокомплексе «Оскольский бекон-3». Екатерина в декрете, но через полтора года планирует вернуться к работе. До рождения второго сына женщина была зоотехником по учету на третьем беконе. О большой семье Светочевы никогда не мечтали, просто очень хотели дочку. Сначала появился первый ребенок, потом через четыре года появился второй ребенок. И тоже мальчик. И как бы хотелось девочку, ну, планировали, ну, получился еще мальчик. Поэтому вот и стали мы многодетные. Появление каждого ребенка для Игоря Светочева сопровождалось продвижением по карьерной лестнице, что не случайно. Трое детей, их нужно кормить, их нужно одевать. То есть хочется, чтобы, ну, ребенку и сладости, и игрушки там купить. Поэтому нужно стремиться работать, чтобы больше получить денег. А если бы жили только для себя, ну, что минимум нужен для двоих. А для деток больше стараемся. Молодых специалистов в «Промагро» обеспечили жильем. Аренду оплачивает компания. В этом году Игорь и Катя начали строить свой дом. Новоселье планируют отпраздновать через пять лет. Никита, Егор и Миша – три солнышка семьи Светочевых. Главное – радость и гордость. Это весело, особенно, когда в выходной день гуляешь, крик детский в доме. Как бы это очень хорошо. Ну да. Даже когда дети уезжают в деревню, дедушкам, бабушкам становится страшно. Дико без них. Счастье в детях нашла и семья Ивановых. Алексей и Евгения учились вместе на физмате Воронежского педуниверситета. Через две недели ухаживания молодой человек сделал предложение. Евгения согласилась, но с одним условием. Когда он делал предложение, я сказала, я соглашусь при одном условии. Если у нас в семье будет трое детей. Он сказал, если хочешь, то пожалуйста. Ну я в семье одна. И всегда завидовала, когда приезжали двоюродные братья и сестры. У них боя, трое детей. И было всегда весело, где трое. В любви и согласии Ивановы живут уже 16 лет. Воспитывают сына и двух дочек. Средняя Таня сейчас отдыхает в санатории в Крыму. Старший сын Иван готовится к выпускным экзаменам в обычной школе и художественной. Шестилетняя Маша в этом году пойдет в первый класс. Все свободное время Ивановы проводят с семьей. Отдыхают, готовят обеды, делают уборку и работают на огороде. Счастье – быть вместе. Я как бы с детьми очень хорошо лажу. Мне даже нравится детская компания. Самое главное – не скучно никогда. До недавнего времени семья Ивановых была учительской. Супруги даже работали в одной школе. Денег постоянно не хватало. На трудах из физкультуры много не выйдешь. Трое детей. Зарплата не очень. Решил попробовать что-то новое. Два с половиной года назад Алексей устроился слесарем Кипа на свинокомплекс «Оскольский бекон-2». Доделали ремонт в доме. Построили две теплицы. Алексей всерьез увлекся виноградарством. В этом году планирует поступать в Воронежский сельскохозяйственный университет. Дети для Ивановых стали стимулом для движения вперед. Международный день семьи Ивановы отметили на кухне праздничным ужином, приготовила который мужская половина семейства. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Спасибо.